Здравствуйте, меня зовут Алексей, с вами кулинарное пространство Рататуй. Сегодня мы приготовим свиные медальоны, запеченные в фольге с грушевым чатни. Для этого нам потребуется чеснок, репчатый лук, вырезка свинины, предоставленная компанией «Уральский богатырь», корица молотая, груша, порошок имбиря, либо свежий имбирь, бальзамический уксус или соевый соус, сахар, соль, перец, растительное масло. Для начала сковородочку ставим на плиту, наливаем немного масла. Вырезку свинины нарезаем на медальоны толщиной примерно 2,5-3 см. Репчатый лук нарезаем соломкой. Так, сковорода у нас разогрелась, выкладываем на медальоны. И обжариваем с двух сторон. Пока обжариваются медальоны, подготовим фольгу. Фольгу необходимо сложить в виде лодочки, чтобы у нас сок, который будет выходить из медальонов, никуда не делся. Как только медальоны получили хороший золотистый цвет, выкладываем фольгу сверху. На медальоны выкладываем резанный репчатый лук, не обжаренный, прям свежий. Чеснок слегка раздавим и немножечко порежем, пусть он останется крупным. Добавим соли, немножко перца и бальзамический уксус, либо соевый соус. Закрываем максимально плотно, чтобы ни воздух, ни сок у нас не вышел. И убираем в духовку на 180 градусов примерно на 12 минуток. Пока у нас стоит свинина, подготовим грушу и тщательно. Для этого необходимо грушу, желательно твердых сортов. Убираем сердцевину. Грушу нарезаем достаточно небольшим кубиком, наверное. Не мелким, а прям сантиметр на сантиметр примерно у нас должен получиться кубик. Примерно вот так. Чтобы груша у нас не превратилась в кашу и сохранила свою форму. Лучок, который у нас остался от свинины, перерезаем меленько. Ставим сковородочку на плиту, наливаем масло. Ждем, когда масло разогреется. Обжариваем грушу, потом добавляем туда лук. Все это вместе хорошенько прогреваем. Добавляем молотую корицу, добавляем порошок имбирный. Все это доводим до готовности. Готовиться это будет примерно 10-12 минут. Как раз пока у нас стоит свинина в духовке. Свиная вырезка с грушевым чатник готова. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...